Эксперты Американской педиатрической академии представили 5 стратегий по рациональной антибиотикотерапии. Во-первых, коллеги не рекомендуют начинать эмпирическую терапию у детей с подозрением на инвазивную бактериальную инфекцию без подтверждения инфекции. Сначала необходимо выполнить анализ культуры крови и мочи, а также провести ПЦР-диагностику. Во-вторых, не используйте антибиотики широкого спектра действия для переоперационной или продолженной профилактики после закрытия раны, когда речь идет о чистых или неосложненных чистых процедурах с возможной контаминацией. Помните, что риски от такой терапии превышают пользу. Предпочтение стоит отдавать антибиотикам узкого спектра действия, например, цифазолину. Третья рекомендация касается лечения пневмонии. Ее суть в том, что антибактериальная терапия не шире, чем ампицилин, не должна использоваться у здоровых, иммунокомпетентных, госпитализированных детей с неосложненной внебольничной пневмонией. Ненадлежащее использование антибиотиков широкого спектра действия, включая цифалоспорины, может привести к развитию антибиотикорезистентности и клостридиальной инфекции. Коллеги-неонатологи, избегайте эмпирического назначения ванкомицины и карбопенема у новорожденных в отделениях интенсивной терапии. Исключение составляют малыши с высоким риском резистентности к антибиотикам узкого спектра действия. И, наконец, помните, что центральные катетеры, установленные периферические или продолженная внутривенная антибиотикотерапия, не должны использоваться у здоровых детей в тех случаях, когда возможен переход на пероральную терапию. Все подробности на сайте интернист.ру. Ссылка в описании.